МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа телекомпании Город. Время говорить главной темы сегодняшнего выпуска. Полицейские продолжают выявлять нелегалов на территории Рязанской области. Как летом будут проводиться выплаты пенсии? Информация от областного пенсионного фонда. По статистике следственного управления, дети в России все чаще подвергаются насилию. А теперь обо всем подробнее. Удручающее известие пришло из Пермского края. Здесь, по данным информагентства, был обнаружен очаг брюшного тифа. Побежденная, по всем мировым данным, болезнь взяла, да и распространилась в среде трудовых мигрантов из Таджикистана и Узбекистана. Госпитализированы четверо, еще у шести обнаружены явные признаки заболевания. Между тем, глава Федеральной миграционной службы Константин Хармадановский на недавнем выездном заседании Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции сообщил, что число мигрантов в России за последние четыре года увеличилось почти на 40%. Половина из них прежи из Центральной Азии. По словам Хармадановского, многие из мигрантов не знают русского языка, не могут найти работу. По данным Федеральной миграционной службы, за первые четыре месяца 2013 года на территорию России въехало около шести миллионов иностранцев, а более десяти миллионов уже находятся в России. Рязанской полиции проводят свои рейды по мигрантам. Так, на сайте ведомства появилась информация о проверке объектов, где изо всех сил трудятся во имя процветания России и матушки-граждане с юга задержали более сорока человек, и только у десяти документы были в порядке. А у троих вообще никаких документов не было. На пол, лицом вниз. Руки за голову. Быстрее, быстрее, быстрее. Штрафануть за такую организацию нелегкого наемного труда и работодателя, во всяком случае, протокол на него составлен. Если он не сумеет всучить взятку, то попадет на большие деньги, до 800 тысяч рублей. К сведению, в прошлом году мигрантами в России было совершено более 42 тысяч преступлений. Такие данные привел первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Александр Чикалин в ходе недавних парламентских слушаний. По его словам, преступность среди мигрантов только в Москве выросла на 42%, а число совершенных ими тяжких и особо тяжких преступлений на 72%. Александр Чикалин также признал, что многие национальные культурные центры, работающие в России, нередко являются прикрытием для этнических преступных группировок. Национальные центры очень часто существуют не для адаптации мигрантов в России, а для организации различных публичных действий по защите их интересов, сказал Чикалин. С пьянством у нас все в порядке. С одной стороны, мы с ним периодически боремся, с другой – патриотически гордимся. Пьем много и, как правило, то, что дешевле, разумеется, не думая о качестве. Так, несколько дней назад на посту ДПС Дягилевский оперативники задержали автомобиль ЗИЛ, в котором были обнаружены коробки с водкой и другими алкогольными напитками. Бутылки, маркированные поддельными акцизными марками, даже издали не напоминали оригинал. При осмотре данного транспортного средства обнаружено более трех тысяч бутылок алкогольной продукции «Преимущество водки» под разными производителями, под марками «Застолье», «Мещерская роща» и иные названия. Значит, по имеющейся информации предварительной, данная алкогольная продукция была оклеена федеральными специальными марками с признаками подделки. Спиртосодержащую продукцию изъяли и направили в экспертно-криминалистический отдел Центра ОМВД России по Рязанской области для дальнейшего исследования. В ближайшее время по данному факту будет возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление избыт поддельных марок акцизного сбора». По результатам экспертизы, возможно возбуждение еще одного или нескольких уголовных дел. К другим темам. В последнее время заметно больше стало совершаться преступлений против детей. Извращенцы нападают даже на самых маленьких. И таких мерзких случаев даже в одной нашей области уже очень тревожное количество. В текущем году в производстве следователей следственного управления по Рязанской области находится 25 уголовных дел по преступлениям сексуального характера. В аналогичный период прошлого года таких уголовных дел было 27. Это общие данные. Вот только последние случаи. Завершается расследование уголовного дела в отношении 39-летнего рязанца, который в пьяном виде надругался над 7-летней девочкой. По версии следствия, вечером 24 декабря прошлого года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, после окончания рабочего дня вернулся в дом к своей сожительнице, расположенной в одном из сел Рязанской области. Женщина в это время находилась в больнице. У нее дома были семеро несовершеннолетних детей. Увидев в спальне 7-летнюю падчерицу, обвиняемый совершил в отношении малолетней девочки насильственные действия сексуального характера. Походательству следователя судом в отношении обвиняемого ранее была избрана мера посещения в виде заключения под стражу. В Скопине в последнюю ночь этого мая на 15-летнюю девочку напал грабитель, ранее неоднократно судимый. Припозднившуюся несовершеннолетнюю он ограбил и изнасиловал. 15-летняя девушка возвращалась домой от подруги, когда на нее напал ранее судимый, в том числе за кражу, разбой и грабеж мужчина. Схватив подростка за шею, он под угрозой расправы забрал у девушки мобильный телефон и золотые украшения. Затем злоумышленник совершил в отношении потерпевшие насильственные действия сексуального характера. По ходатайству следователя судом в отношении подозреваемого избрана мера посещения в виде заключения под стражу. Информацией к размышлению глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил на заседании Координационного совета при президенте России, что в некоторых органах российской власти может находиться влиятельное педофильское лобби, которое оказывает серьезное противодействие в расследовании преступлений сексуального характера против детей. По словам Бастрыкина, в настоящее время это отчетливо ощущается. К другим более позитивным темам. Рязанское отделение Пенсионного фонда России опубликовало информацию о способах получения пенсии летом в период отпусков, курортов и дач. В это время пенсионерам предлагается несколько вариантов выплат. Татьяна Дмитриевна, наступил сезон отпусков и дач. Каким образом, по вашему мнению, пенсионерам удобнее будет получить пенсию, в какие сроки им нужно это сделать, какие альтернативные варианты появились на сегодняшний день? На время отпусков, на время дачного сезона, как правило, наши получатели пенсии из крупных городов, они едут в сельскую местность. И те, которые получают пенсии через федеральную почтовую связь, у них может быть проблема именно с получением этой пенсии. Возвращаться со своего временного местонахождения на постоянное место жительства не всегда удобно. Поэтому люди к нам обращаются и просят помочь им, чтобы у них своевременно пенсия доставлялась и не было проблем с ее получением. В этом случае мы что предлагаем? Мы можем по заявлению опять же пенсионера перевести, изменить ему способ доставки на кредитную организацию. В таком случае он может получать уже и его денежки будут на его счет в кредитной организации поступать. Или же сейчас очень практикуется услуга эта пластиковая карта, тогда пенсионер может действительно выбрать способ доставить через кредитную организацию на пластиковую карту и тогда он может в любом банкомате свои деньги своевременно получать. Сегодня в зале торжеств регионального правительства губернатор Олег Ковалев вручил государственные награды. Рассказывает Глеб Галушкин. Государственные и региональные награды получили, как отметил губернатор Рязанской области Олег Ковалев, настоящие профессионалы своего дела. Глава региона отметил, что труд этих людей направлен на процветание родного края. Настоящий патриот, тот, кто много делает для родины, для своего края, а не тот, кто много говорит. Вы как раз относитесь к этой категории тех, кто много делает и цель своей жизни считает максимальный вклад, личный вклад в общее развитие нашего Рязанского края и страны в целом. С ответными словами выступили несколько человек. В частности, заместитель Совета Рязанской региональной организации ветеранов прокуратуры Виталий Толстов поблагодарил губернатора и пообещал, что и дальше будет работать во имя торжества закона. Все будем делать для того, чтобы обеспечить защиту законности и порядка в нашей Рязанской области и все будем делать для того, чтобы патриотическое воспитание не только старшего поколения, но и молодежи было на самом высоком уровне. А нашей Рязанской области я желаю самых больших успехов во всех наших делах. Спасибо за внимание. Всего высокие награды получили сегодня 25 человек. И последние на сегодня три года назад в международном календаре появился День Русского Языка. Инициатива принадлежит Организации Объединенных Наций, поскольку русский один из шести официальных языков организации. Отмечают праздник сегодня, 6 июня, в день рождения Пушкина. В Рязани веселились на чисто русском языке в горпарке. Были народные песни, игры, даже передвижные викторины. Оно и правильно, потому как наш язык нуждается в защите. В последние годы он объект атаки со стороны каких-то безграмотных, но могущественных сил. Даже экс-министр Фурсенко отличился своими йогуртами и брачащимися. Как и предполагалось министр, ушла безграмотность, возведенная в правила осталась. Хорошо бы ее в отставку отправить. Поэтому всех с праздником и не давайте родной язык в обиду, АТО и так уж русского в России осталось немного. До встречи завтра в эфире телекомпания Город.